Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну о чем здесь? У меня ничего не зависит. Это, конечно, как есть люди мира, есть люди войны. Я человек войны. Пятнашка. Пятнашка – это наше подразделение, которое зародилось в 14. По интернету из разных регионов России. И вот мы просто шагнули в никуда. Есть спецназвания, но я придерживаюсь того, что все должно быть налегке и веселее в жизни одной. С офицером штаба. Полковник сейчас дежурный. Оксана тоже на дежурстве. Для первой необходимости здесь оказывают первый прием. А так вообще раненых всех возят. Вы как оказались в Пятнашке? На начале спецоперации я находилась в Москве. Ахра, Геви и Моторола, они дружили. Это были уже таких три друга хороших. Как-то текла эта жизнь. И вдруг вы прошли... Когда в 13-м начался Майдан, мы все это уже смотрели. Вы знаете, как вот смотрят, наверное... Четко разделились. Люди, которые находились здесь, они все очень переживали за Беркут. Поискала какие-то ходы, пути, чтобы уехать в свою семью перевезти. В Россию? Да, уехала. Я сюда не уеду. Просто надо с этим что-то делать. И поэтому, завершив свои дела, скажем... Выбрасывали. Да, на... Что называется, на отплыш относятся. Нет, они все их читают, многие... И в донецких школах, и в российских. Я сам лично из Москвы привозил, например, в московскую школу. Причем, видно... Поезд на передовой, потому что у нас кошки только там, здесь собаки. Да. Ахра посмотрел и отказался. Когда сюда заехали, здесь вообще ничего не было. Здесь ребята... Ну, а солдатский быт, он такой, он достаточно простой, но, заметьте, все очень чисто и аккуратно. Сегодня упаковали бедного в царство ему небесное. Это вот он погиб в 16 серебрях. Это Одесса. Его спальник. Вот сегодня похоронили. К сожалению, на войне бесплатно. Какое, но, тем не менее, они там по нескольку дней находятся. Два копов. Абсолютно правильно. Нельзя говорить точную, да, точную цифру, но несколько сотен. Несколько сотен, да. В Казу наш народ это пережил, и вот мой отец воевал, дядьки воевали. Были студенческие столкновения, то войну это перешло в 92-м году. Здесь это... Когда ты не понимаешь, душа не на месте, то лучше рискнуть только самим собой. Воюю. Воюйте за что? За идею. За какую? Ну, каждую. Это, короче, в Черкесии. Техникум закончил, наверное, в Черкасске. Распределил... В 2014 году был. Тут же в Донецке пытались руками сами... Дармана я среди своих. У нас доброводцы были от Камчатки, я встречал. Там другое, гражданское, у них представление совсем другое, отношения совсем другие. Это же много за это время, у нас тоже с 90-х годов много гнилых. Вы не убираете, а товары везде со мной. Войдемте, что будет. Все, идем... Да, Даур был вообще фантастический поэт, между прочим. Мне было 15 лет. 16,5-го родственника. Вот как живем. Мы граждане России, мы будем биться за Россию, за Донбасс до конца. Тем более, мой брат здесь находится, решил приехать, встать. Веселый, очень скромный, как и многие бойцы, как все бойцы, но на самом деле в бою неоднократно... Допустим, есть на ум тут, вот я с Джадич, с первой дни войны воевал, вот есть Дамир тут. Я уже три месяца, у меня даже по семейным обстоятельствам, когда возник... Конечно, тем более, трудные минуты, если я брата не поддержал. Жену можно завтра встретить, другую судьбу, значит... Хочется видеть деду-бабульку. Вот, как-то вот так. И братья, которые рядом с нами находятся... Не надо, прижимаем друг друга, не уступаем. Ахара крутой командир? Вообще достойный, достойный. Дай Бог, каждый... Начать вот пятнашечкой, у нас всего хватает. Вот, почти... У нас, когда война была, столько ручьев... Неправедливость. Люди погибают, ёлки, молодые парни. Я ладно там, старпер, бил. И это я обобщаю их, ёлку. Фу! Они... Винтер-бригаду, она стала масштабнее, и всё, потому что... Пьём, и не пьём мы даже касаемо увольнительного. Как ты изменился за 80? Какое-то наступление... Минимум пять моих кровных братьев идут впереди. Вот если 15 человек... Просто пойти и проверить, что там будет. Так не... Мы собираемся раз в году, не признан... А вот этот кресло, он за что? Это вот аэропорт. Аэропорт, да? Первый, да. Советский Союз. Да, да, да. А в Афгане в таких ходили. Да, да. А я в Южную. Я очень хочу. Я сам разработал. Вечером вернёмся. Аляс, вечером вернёмся. И мы, и вы. И так далее. Вы приняли эти осколки. Ну, это на все. Не может быть ничего благороднее, чем применить это по сторону добра против зла. Знаешь, такое предрасположение. Урон нанести тебе и начинают перекидывать тебя по-гражданским прям... Можно сказать, нет где-то идей освобождения независимости. Здесь молодые ребята находятся. Это вот последние молодые ребята. Проходите. Афон, это гудаутский район. Войны убили снайпера на Афганской. На той войне? Да. Скоро шему лет было? В 18-й. Дома сказал, что еду за запчастями, машину делаю. То есть обманул мать? Ну, блин, так получается. Мы никому сюда не позвоним, хотя мои соседи тоже здесь боевые старшие. В Хазе с тебя толку нету, и что? Лучше ты там женился бы, я... Ну да, здесь женятся, и здесь будут... Мы держали нашу Абхазию. И я решил на сегодняшний день... Купиваю детей. Вот это же. За то, что... Как бы есть вот старший человек сидит. Первую войну в Абхазии прошел. Ну, ты прожил, ты даже не видел эту войну 92-го года. Не видел, да, не видел. Это у нас его видел. И мы им покажем еще, что есть еще потомки остались, и мы покажем. Ни нации, ничего нет, это не люди, это просто вот песок под ногами. Марш. Чтобы они это знали. Сто процентов. Это нерезийский знак, на тянемку. Как они... Этот мир ценой больше 40 миллионов. Это было... Этот... А у них самое главное, что отсутствует, да, самое главное, ум. Ну-ка, ребят, свет-свет. Не сбоку, а свет-свет. Продолжение следует... Пойдемте посмотрим, как их блиндаж. Вон, к сожалению, снять каску, перекреститься, перепишись, что... Буржуйка-то... Да, это вот стол разделочный. ...50-х годов. Я задыхаюсь, потому что я... Да, он врыд, вход в землю и потом уходит. ...50-х годов, все как полагается. Субтитры сделал DimaTorzok Под ней, под ней, верней. Уголь-то и добывают. Субтитры сделал DimaTorzok Увидел, как монахи Киева и Печерской Лавры вышли тогда вот между милицией и протестующими... В 21-м я переехал в Абхазию, куда давно хотел, в общем-то. Я тебе сказал, дочка, мы родину не бросим, мы будем помогать. Мы вместе со своей родиной будем. Так приехал. Конечно, мы каждый день ждем перестрелки уже назад, вот Паша видел вперед, от нас назад тянут. Вот именно, вот это достойное оружие основное, что есть святыня. Господи, какого года это оружие? Это Мосинга. Да. Это 60-е годы, да? Ну да, 34-е годы. То есть это последние годы, когда Мосинга выпускалась вообще. Да, 70 лет назначено. С оптикой была уже тогда? Да-да-да, всё за восхозь. То есть это снайперская просто опция? Паша, да, именно мы вместе выбирали муга, даже на боевых. Как получилось, я приехал в позицию? На позиции говорю, как зовут твоего боевого друга? Он говорит, никак не зовут. Как так? Да, давай назовем. Там и каждый сказал, а у Микича Люська. А у Микича? Люська, ну тогда надо было создать. Подпевали бойца, который был с самого первого дня пятнашки. И потом... Каждый день у нас утренняя соборная молитва. После молитвы, кто желает, как пятнашка вообще с этим спортом? В машине он уже кого-то вывез и уже получил очередную контузию. Мне трудно описать этот ад. И... Этот ад, который там ад. А они вывозят раненых мне. Вот они вывезли. Я побуду... Снаряды реактивные пролетают. Вот так вот идет он, снаряд пролетает. В складе пацаны, ну ребята, сумели на ней выбраться. И он ездил туда... Это масло проводит вот по переднему краю. Ага. Как раз 50, я хочу сказать, что метров до как раз... О, 60, да ну, с тридцатки. Съемки, каждый день. Ну, сейчас придут. Давай. Привет, Кутон, что-то ты здесь стоишь. То есть, я не отработал, ушел. Ага. Сидит, бах-бах-бах, все, что мелькает, пробегает. Наверное, этот случай у них вот эти джевелины, да? Джевелины это по танковой танке, да. То есть, это не университет. Ракета идет за танком. Пустим, танк увидел, что по нему работал. Ракета все, он шел за деревом. Напротив Абдиевки, в стороне аэропорта. Тошки-пятнашка держит своими силами. Кажется? Вот, все вот так вот. У тебя здесь снимание сверху. Да, здесь 50. Да? Да. Что стрелу? Я вот каждому советую сюда приехать. Может быть, не обязательно в окоп. Оттуда она переходит на 43-ю, если не ошибаюсь, где гласит, что Россия... Так ты так и до Франции дойдешь? В Франции, я скажу так, знаешь, как бы дошел... Украина вся должна войти в состав России. До Львова. Вся. Которые не считали Россию своей. То почему мы сегодня имеем право какие-то торги вести и рассуждать, что, ну, Львов на... Почему мы не имеем права, ну, вот мы дошли, мы забрали свое. Я сам эту тему поднял, попытался провести грань все-таки между войной и убийством разной вещи. Вета, он раза в полтора, в два, то есть это по описаниям какой-то богатырь вообще был неслыханно. Очень высокий. Землю, говорит, я сдаюсь, но его все-таки противник убивает. Вот это убийство будет. Понимаете? Да? Если мы посмотрим вообще на историю конфликта, этот конфликт начался с русского церкви. Например, там такой сложный был процесс. Достаточно большая часть пасты его поддержала, священников тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Вот то, что называется, фороха не нюхал. Вот. Да? Вот ты его реально просто нюхаешь, потому что в этом везде... Белые ленты. Каждое место обозначения. У нас белые. У нас белые и прекрасные. А у них... То есть ты понимаешь, куда бить? Хорошо. Там, из-за этого... Тут же рота. Конечно. Рот на этой краю. Чтобы они не сомневались, у нас пока нет такой задачи. Первая очередная задача. Это попробовать потушить и харту нашу. Артин, это не... Пока наши оппоненты там отдыхлятся, просто соберутся силами... Ну, ладно, швейки. Силами... Это, во-первых, была бы, а во-вторых, нас бы предупреждало. Да, я думал, я думал. Какие? Так, ребята... Изначально национально. Да? А... Национ... 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 И начали, вот, они там какие-то свои истории придумывать, там, о великих украх, о том, что... Ребята в кубриках вечерами могут петь украинские песни, потому что они на них... В каком культуре сама по себе? И если на этом примере посмотреть, то есть... А, ты наш попал? Да, вот прям в подловесик это. Отлично. Такое спокойствие. А, ты же взял? Ну да, да. А-а-а-а! Что-то красиво. Такие звери. Толь потарея, а конь потарея, а конь потарея, а конь потарея. Ах! Тяжело Абхазу возглавлять большое военное... Подхвате, который с продовольствием, со снабжением справляется, но не просто по-внутреннему. Русские в это поверили, что я пришел с чистой душой, но я дважды... Ну понятно. Он КамАЗ, Маскаль, знаю. Бывает сутки-две, просто... В данном... Пять-пять. Пять-пять, я думаю. Что ты делаешь? Там вот место одно есть, откуда... В смысле? Ну вот... Ну вот... Пять-пять. Пять-пять. Спасибо. Привет! 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 Да, картошка старая уже. Сейчас привезли на арбузу. Ребят, кормят? Здесь вот... Практически круглосуточно, где-то у нас сейчас Ирина. Терненькое что-то. Это кофе, что ли? Емкости, питьевая вода, техническая... Да, воды сейчас с водой в Донецке сложно. У нас в гостинице... Продолжение следует... Хорошо, то следующее. Хорошо. Я пошел... Да, хлеб... Набор продуктов, когда ребята едут на боевую. То есть с собой? Да. Ну, потому что тяжело. Морально тяжело. Особенно, когда друзей хоронишь. Как готовить? А потом еще на 9 кошек? Ну, а что? Курманы сыпала, рыбки купила. Все. Куда вы взяли барашку жевую? Сюда привезли. А, чтобы... В день рождения пятнашки. Бросили семью уже. Не бросил. Почему я бросил? Я согласен. А потом то... Ранение... Редко. Кошь. Кто-то этот. Кто-то этот. А в основной работе я... Дожидаются. Зимой. Холод. Дожидаются меня. Приезжают. Встречают. Ну и... Такие вот огромные стоки. Каждый весит, наверное, килограммов по два. Которые... Курить 150. Специально настраиваем снаряды двоеголовки таким образом, чтобы он нанес как можно больше поражений. Ну, вчера тоже. Они за Авдеевкой? Да. Они же за Авдеевкой, да? Они вот это... Они же стоят, если стоят уже почти Авдеевка, да? Они за Авдеевкой. Они за Авдеевкой. Надо тогда уничтожить Авдеевку, в Авдеевке 40 тысяч наших людей. А в Авдеевке мирные люди наши, да, и абсолютно... Ну, знаете как, я на этой войне не выживу, и все. И дальше стало все очень... Тогда были, это была осень 14-го, мы были в аэропорту. Ребята наши тогда зашли в аэропорт. Да, идет обстрел, и все, а ехать надо, потому что там трехсот, их надо срочно вывезти, потому что медицинский... Ты понимаешь, что такое, оцепенел от страха. Хорошо, что я сидела в машине, а он такой на меня, ты, может, и выйдешь, и я понимаю, что... ...сдохнуть, чем потом с этим жить. И я такая... И мы так с ним... Измирешься, как дурак, слава богу, все прошло, вот. А остальное все как-то вот пролетало очень быстро. Краснодар. Ну и все, мы целыми днями в части. И вся жизнь. Ну, как-то так получается все-то. Вы что? Ну, кто раздитый, кто разбутый. У нас штаб шикарный вообще. Чего, куда можно поплакать? Это человек, который поддержит. Потому что я уже сказала, женщины на войне, они моральности. С Москве безопасности мне бы было тяжелее. Вот просто, ну, я реально... Видите, как сказала? Это наши мальчики. Это наши. Мы готовились к такому варианту, поэтому наше подразделение с момента зарождения и когда... Вам должны... Родина вам ничего не должна. Как великую отечественную... Модородная земля, она у нас есть. И это то ядро, за что мы держимся, за что мы вдохновляемся. Александр Владимирович Захарченко всех нас собрал и сказал, ребята, вот как бы вы с друг другом не спорили... Среди своих, я же говорю, я здесь приехал, что я себя комфортно чувствую. У меня общение... За два года 30 тысяч, наверное, где-то получил. Я... Меня не... Хорошо, не платят, ну и ладно. Когда мир вернется, вы что будете делать? Легко вам будет? На пенсии. Нет мера. Но реально, да, очень мало кто задумывается, как это будет. Не знаю, все равно будет трудно. Болит аутизм. И она сказала, если бы сын был здоров, и он был уже достаточно взрослый, я бы его благословил. Пытаемся. Болит аутизм. Ты этим живешь. Понимаете? То есть это не служба, не рутина. Пришел... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok